Кипр. На этой неделе там приоткрылись банки. Чтобы описать, как Евросоюз вдруг поступил с этой ничего не нарушавшей страной, обычных слов не хватает. Многое объясняют тексты русского философа Александра Зиновьева, к концу жизни вернувшегося из Германии в Россию. В его антиутопии написано якобы из будущего мира, где победили западные ценности, есть такие строки. Современная цивилизация зародилась не в огне мировых войн 20-го столетия, а в оледенении холодной войны 1946-1986 годов, основными видами оружия, в которой были коварство, подлость, клевета, подкуп, разврат, предательство и прочие мерзости. В нашей победе в той войне не было ни крупицы благородства, героизма, жертвенности, идейной одержимости. И это наложило печать на всю нашу историю. Об островной судьбе после всего, что сделали с Кипром победители, наш специальный корреспондент Татьяна Ремезова. Единственный остров между тремя континентами. Кипр стал местом глобального эксперимента. Неработающие две недели банки, экспроприация частных вкладов, ограниченное движение евро. Такое происходит впервые в истории. Рыбная лавка в курортной Ларнаке. Товар как местный, так и привозной. С мальты из Египта и Сенегала. Работа только по предоплате. Последние две недели поставки заморожены, торговля встала. У людей не было денег, никто не приходил в магазин за рыбой. У покупателей были проблемы с наличными, а карты нам принимать запретили. В одной из крупнейших адвокатских контор в Лимассоле обрывают телефоны. Клиенты пытаются вывести средства, но их нигде не принимают. Банки Прибалтики, Мальты, Словения и Люксембурга отказываются открывать счета. Ведь Еврогруппа намекнула, кто примет русские деньги, повторит судьбу Кипра. Русских вкладов на острове около 20 миллиардов евро. Из них потери составят порядка трех. Впрочем, деньги не только русские. Бизнес Кириякоса на грани закрытия. Как у большинства киприотов, его деньги лежали в лайки. Он первым решил судиться собственным правительством. Это прямое нарушение прав человека. У нас украли нашу собственность. Нас наказали только за то, что мы доверили деньги банку. Основной удар принимают на себя два банка, в которых лежат 70% всех кипрских вкладов. Народный банк Лайки будет ликвидирован. Его разделят на плохой и хороший. Безнадежные активы спишут. Остальные отдадут товарищу по несчастью, банку Кипра. В нем депозиты свыше 100 тысяч евро подвергнут стрижке. Потери вкладчиков составят до 60%. Впервые приравнивается акционер с вкладчиком. Такого никогда не было. Акционер имеет непосредственное участие в управлении банка. А вкладчик – это клиент. Он получает обслуживание и за это платит. Депозиты меньше 100 тысяч в Евросоюзе застрахованы. Но ущерб по ним почему-то несет не государство, а те, у кого больше 100 тысяч на счету. Они начали понимать, какую мину поставили на основе банковской системы всего мира. Тысячи людей перед президентским дворцом в Никосии. Они скандируют «тройка, убирайся» и публично сжигают флаги ЕС. Ведь именно Брюссель заставил Кипр купить греческие облигации, обвалившие островную экономику. Мы за то, чтобы у всех европейцев были равные права. Вы хотите, чтобы Кипр вышел из Евросоюза? Да, потому что это дорога никуда. В ночь перед открытием банков на остров по морю привезли контейнеры с евро. Больше всего боялись паники. Но вместо паники – отчаяния. Многие потеряли то, что копили всю жизнь. Раньше я жила на севере острова. Сначала все мое имущество отобрали турки. Я переехала сюда. И теперь то же самое делают банки. Русская киприотка Вера помнит разруху после турецкого вторжения. Но сейчас страшнее. Все деньги ее аптеки в лайки. Ей нечем платить поставщикам. Впервые за всю историю приняли такие жесточайшие меры киприотам. За что и почему? В основном это сказалось на людях, которые вклады сделали, чтобы как-то обеспечить старость, как-то помочь детям. И просто за одну ночь все потеряли. Российская Федерация и многие постсоветские страны проходили и через войны, и через кризис, и через дефолт 98-го года. Для Кипра это что-то первое, что-то новое после 74-го года. Кипр это прецедент, как первый пример. Пробная версия. Дальше будут Греция, Испания. На Кипре введен контроль за движением капитала. Нарушен один из базовых принципов единого рынка ЕС. Экономика уже потеряла миллиард евро и лишится еще минимум 20% своего ВВП. Татьяна Ремезова, Дмитрий Облюхов, Геннадий Корнеев и Илья Бернацкий. Вести недели. Кипр. Для многих в мире эта неделя стала неделей прозрения. Пазл событий последнего времени наконец-то сложился. Последней фишкой стал Кипр. Точнее решение Евросоюза по Кипру. Точнее решение Германии, куда рулить Евросоюзу по Кипру. Экономика Кипра в считанные дни разрушена внешней силой. Теперь это руины. Так что правомерно уже говорить после Кипра. Так вот, после Кипра стало ясно, что священное право собственности на территории Евросоюза теперь не священно. Ее можно без суда и следствия отнять. Теперь любого можно ободрать как липку. Даже Люксембург уже кричит, чур не меня и не он один. После Кипра понятно, что свобода движения капитала как принцип заменяется контролем и запретами. Остальные европейские офшоры – вопрос времени. Капиталы частично перетекут теперь в другие офшоры под юрисдикцией Великобритании и США. В Европе деньги в свои банки получит Германия. После Кипра очевидно, что страны в Евросоюзе неравноправны. А принцип консенсуса – миф. У Евросоюза есть бесправная периферия. Например, Латвию уже предупредили, чтобы и не помышляло принимать деньги, бегущие из Кипра. После Кипра ясно, что демократия сама по себе для Европы не такая уж и ценность. Сейчас чуть ли не каждому греку-депутату, и на Кипре тоже, представлен консультант-немец, или, скажем, англичанин, который говорит, за что голосовать, а за что нет. Для этого есть даже термин – suspended democracy – подвешенная демократия. После Кипра понятно, что периферии Евросоюза отныне жестко предложено жить по немецким правилам. Быть может, они устраивают Скандинавию или Бенелюкс, других – не очень. Даже Великобритания готовится к референдуму об условиях своего членства в ЕС. После Кипра ясно, что в Евросоюзе разочарованы сами немцы. И, как результат, склонны поставить вопрос ребром – либо мы в Европе лидеры и командиры, либо будет у вас кризис, и мало не покажется. Кстати, сейчас многие вспоминают слова германского министра финансов Шойбле, сказанные им полтора года назад для New York Times. Они звучат как план, который после Кипра частично уже выполнен. Понятно, что нужен политический союз. В переходный период нам придется управлять нервозностью на рынках. Однако ясно, что к концу 2012 года или к середине 2013-го получим все ингредиенты для новой, более сильной и более глубокой политической структуры. И они сработают. Политического союза достигнем лишь в кризис. Вот слова немецкого министра финансов, который взамен Марки командует теперь Евро. Мечтает превратить Еврокомиссию в реальное правительство, а Евросоюз в сверхгосударство, где слабым – не место. Кризис в таком плане не препятствие, а политтехнология. Ну и если так, то все происходящее уже приобретает новый смысл. Налицо очередная попытка Германии объединить под собой Европу. Третья. И тоже силой. На сей раз силой денег. Но почему все же именно сейчас Германия скатилась до ультиматумов? Да потому что все большее число стран-членов рассматривает Евросоюз как чужой проект. Неравномерность развития привела к тому, что итальянцы вновь хотят быть прежде всего итальянцами. А не сначала европейцами, лишь потом итальянцами. То же самое немцы. А также греки, португальцы, испанцы. Даже французы и тем более англичане. Понятие «родина», «свой уклад» вновь обретает в Европе ценность. Людям захотелось просто домой, к себе. Крах мультикультурности признан. А предложенная евролибералами в качестве общей культуры гей-парадов и однополых браков, наоборот, повысила ценность национальных традиций. Наконец, после Кипра ясно, что куется новый мировой порядок. Если так, то мир уже не столько послевоенный, сколько предвоенный. Это значит, что самая надежная опора – Родина. Как для людей, так и для капиталов. Ну а крупным игрокам, державам, важно позаботиться о союзах. Пример этой недели – саммит «Брикс» в Дурбане, ЮАР. О самом саммите чуть позже, а пока Ольга Скобеева из Европы. Ее репортаж о том, почему люди и страны там все меньше хотят с кем-то делиться. Это фон Кипра, точнее, контекст. Евросоюз хороший, благороден, когда экономика на подъеме. В кризис возникает напряжение, и на поверхность выходят рефлексы. Так уже было, когда в 2008-м в кризис появилась оскорбительная аббревиатура – «пикс» – «свиньи». Глупыми свиньями были названы тогда в Европе страны-слабаки – Португалия, Ирландия, Греция, Испания. Сейчас это понятие «пикс» всплывает вновь. Правда, туда уже добавляют еще одно «и» – «Италию» – из соображений политкорректности и признания реалий. Теперь это уже «пикс», то есть не «свиньи», а «свеиньи», что, как считается, звучит приличнее. Впрочем, проблема гораздо шире географии, очерченной новым обидным клеймом – «пикс». О них наш специальный корреспондент в Евросоюзе Ольга Скобеева. Пронести крест по улицам Лиссабона, украсить свой дом цветами – многовековая традиция ортодоксальных португальских католиков. Семана Санта – Великую Страстную Седмицу. В Португалии закрыты магазины, школы и предприятия. Работать в канун католической Пасхи на берегу реки Тежа – грех. В этом году мы впервые отменили пасхальный выходной. Не афишируем это. Нас никто не... Разливать красное вино в Пасху, зарабатывать на святом – красное вино. Здесь называют кровью Христа. Небольшое предприятие под Эверой вынуждено грешить, чтобы спасти виноградник. Работу 15 человек выполняют 4. Машина сначала ополаскивает бутылки кипятков, заполняет их вином и отправляет по транспортеру в коробки. 3000 бутылок в час – 3 миллиона в год. Вино с мускатным привкусом, ароматом фиалок. Экспортная цена за бутылку в кризис – не 4 евро, а полтора. Главная причина – массовых сокращений. В Португалии уволен каждый шестой. Нужно или закрываться, или работать в два раза больше. Цены рухнули, продажи рухнули. Рабочий день увеличили, зарплату урезали. Таких, как Жоржи, местная конфедерация трудящихся, называет рабовладельцами. Но к Жоржи все равно очередь официально безработными. В Португалии числятся 17% взрослого населения и 39% молодежи. В 10-миллионной Португалии почти 2 миллиона человек без работы. 55% безработных не получают пособия. Мы на последнем месте среди стран Еврогруппы по уровню социальной поддержки населения. Дальше резать бюджет некуда. 53% населения самого западного государства Европы за выход из Евросоюза. Выжить должны сильнейшие, решили в Брюсселе и предложили выкорчевать 400 тысяч гектаров нерентабельного винограда. С приходом в республику Евро-тройки расходы на питание сократились на 15%. Две упаковки пасты. Это по-прежнему дешево. Никакого мяса. Овощи только консервированные. Потребительская корзина Франции впервые пробивает отметку в 100 евро в месяц без мяса и рыбы. Получается 137. Если купить все продукты из списка без малого 200, студенческая стипендия осталась прежней 500 евро. Если к пасте купить сыр, на завтрак молоко, на ужин рыбные консервы, я сразу выбиваюсь из бюджета. За комнату плачу 400 евро, на продукты остается 100. Если люди из экономии не покупают мясо и рыбу, значит они никогда не позволят себе красивый диван. Жизнь в долг европейцев теперь пугает. Они начали жить в аренду. Мы предлагаем диваны разного размера. Двухместные, трехместные. Журнальные столики, столики для кофе. Небольшой склад под Парижем одолжит все что угодно. Мебель, бытовые приборы, посуду 100 евро в год. За набор сковородок и вилок рассчитывали на приезжих на 60% клиентов французы. Зачем покупать детскую бутылочку, если ребенок вырастет? Можно позаимствовать. Привычный стиль жизни поддерживают искусственно. В Амстердаме в прошлом году закрыли еще пять ресторанов. Чтобы не разориться в Басис, разрешили приходить со своим. Это возможность сэкономить деньги и провести время приятно. Есть вне дома, дорого. Но привычка осталась. Люди готовят. Покупают, например, пиццу и несут к нам. Разогреть еду в микроволновке и заплатить только за пиво. Выручка сократилась на 30%, но это лучше, чем крах. Мы ходим в ресторан и почти не тратим деньги. Это удобно и дешево. Ситуация вышла из-под контроля. 600 тысяч безработных. Это в два раза больше, чем было до кризиса. Вдвое увеличилось и количество людей, которые выступают за отмену евро. 58% голландцев требуют вернуть гульдены. Акционеры четвертого по размерам банка СНСериал могут потерять свои доли. Голландия национализирует банк за 9 миллиардов евро. На эти деньги можно было бы спасти Кипр. Существует такой стереотип. Голландская банковская система воспринимается как довольно стабильная. В течение последних сотни лет в Голландии не было ни одного банковского банкротства. В этом относительно спокойном банковском умуте Голландии действительно вводятся черти. Южная Европа, особенно Греция, Испания и Португалия практически перестали покупать тюльпаны. Пятую часть территории Нидерландов традиционно используют для выращивания тюльпанов. Именно тюльпаны главная отрасль голландского сельского хозяйства. Ежегодно здесь выращивают 2 миллиарда луковиц и отправляют их в 80 стран мира. Но кризис пришел и в теплицы. Экспорт обрушился в прошлом году на 30%. В январе-феврале этого года еще на 20%. Массовое сокращение цветоводов обрушило показатели благополучной Голландии. Прошлый тюльпановый кризис в 17 веке обанкротил страну. Ольга Скобеева, Евгений Полойко и Ирина Кудесова. Вести недели. Португалия, Франция, Нидерланды.